друзья мои всем здравствуйте 17 мая бегу на работу сегодня так тепло светит солнце яркое плюс 8 сегодня так же как и вчера прям такая теплая весенняя погода я как всегда спицей надо проставляться за отпуск тут ветер ветерок ну вот друзья отработала сегодня я сняла уже шапку я смотрю он весь город без головных уборов кто-то даже куртки снял до 10 градусов прогрелся воздух очень тепло ветерочек нет но он теплый нашла в магазин купила немножко продуктов особо уже ничего не покупаем только так что-то по мелочи надо доедать все что у нас имеется в холодильнике поэтому большие пакеты с магазина домой уже не ношу вот такой маленький пакетик кефир йогурт хлеб помидоры огурцы на салатик встретила свою подписчицу приятно конечно вот так вот встречать людей по городу когда идешь никого не ждешь вроде бы никого не знаешь к тебе подходит здороваются общаются говорят какие-то приятные слова сзади меня смотрите очередная мусорка возле дома судя по всему кто-то заехал в наш подъезд и вот очередную свалку устроил возле дома под крыльцом она сегодня мы с девочками можно сказать весь день на пицце поэтому на вечер взяла аж две пачки кефира на прошлое мое видео вы мне написали что я немножко похудела вы знаете я бы так наверное не сказала но если только совсем чуть-чуть а вот это все таки зависит от ракурса съемки потому что вот я даже на себя смотрю со стороны каком-то видео я окажусь больше чем есть на самом деле в каком-то стройнее худея поэтому я не скажу что я сильно похудела поднялась к соседке по маленькому делу нету ее дома тут же вам хочу показать какой у нас чистенький подъезд после ремонта ребята молодцы сделали чисто красиво аккуратно и даже помыли нам входные двери с наружной стороны правда не очень качественно все таки потом пришлось перемывать но все же молодцы друзья сегодня уже 17 мая хотя 17 мая у меня был еще вчера я в последнее время стала путать числа все приближаю приближаю свой отпуск да сегодня 17 мая я бегу на работу сегодня у нас идет дождик вот такой знаете моросящий дождь не сильный всю ночь также ушел на улице тепло я без шахты одела капюшончик спряталась от дождя убегу на работу друзья вот я и отработала иду домой немножко другими путями сегодня я с другой стороны возвращаюсь вот посмотрите какая погода отличается от утренней погоды утром у нас было пасмурно моросил дождь ну а днем все погода развеялась небо ясное голубое правда ветерок но опять же он теплый принципе позволительно сегодня гулять без шапки я уже сделала очень много дел полезных все сегодня продуктивный день давайте я приду домой и все вам расскажу сейчас хожу в жек заплачу за квартиру нужно перед отпуском заплатить по всем счетам чтобы вот уже лететь со спокойной душой что у меня пятнышко купила кока-колу попила и капнула на куртку вот еще и куртку надо стирать в общем поговорим продолжим разговор уже дома не получилось у нас поговорить с вами дома пришла домой вспомнила что у меня запись на депиляцию поэтому я быстренько переоделась и побежала к своему мастеру так что поговорим с вами на улице по дороге пока я иду вот ну что хочу сказать получили получила я сегодня путевки на руки съездила в управление своего предприятия где мне выдали путевки тут же я их оплатила летим мы на кавказские минеральные воды город ессентуки санаторий имени сеченова в этом году у нас комбинат то бишь норильский никель впервые выдает путевки в как на на или в как правильно на кавказские минеральные воды это город ессентуки город кисловодск вот в ессентуках санаторий имени сеченова а в кисловодске санаторий санаторий виктория и санаторий центр союз кстати центр союз я смотрела как-то ролик он в пятерку лучших санаториев кисловодска входит а вот ну чему мы несказанно рады связи с этим нам пришлось переносить наш отпуск на более ранний срок путевка у нас семейная в улучшенный семейный номер и обошлась четыре путевки нам обошлись в 60 тысяч рублей полная стоимость путевки 1 105 тысяч вот представьте какая большая разница стоимости полной путевки и льготной путевки для работников компании вот так вот в этом году у нас впервые норникель организовывает отдых на кавказе ну для меня это не новинка я на кавказе уже отдыхала и была я в ессентуках и была я в кисловодске пятигорске во всех этих городах я уже бывала очень полюбила всей душой кавказ атмосферу этих городов так что я очень довольна также конечно доволен сергей потому что он там ни разу не был и едет впервые в эту местность театральная площадь ленинский проспект ну а я пойду на улицу дзержинского сейчас пойдем под дзержинского дует ветер надеюсь меня будет хорошо слышно я с микрофоном потому что знала что на ленинском проспекте будет ветер ну так вот продолжим по поводу путевки путевка длится 21 день вместе с лечением кстати лечение конечно на кавказе это отдельная история туда действительно нужно ехать отдыхать не только отдыхать душой и телом но также получать обалденное и качественное лечение так дорогу перешла очень быстро водители уже по пяткам проезжают такой здесь короткий светофор получила памятку санатория имени сеченова то есть что что требуется при заезде на каких условиях принимает санаторий нужно сдать пцр тест я еще конечно сейчас буду звонить санаторию уточнять все эти нюансы нужно сдавать пцр тест ну по крайней мере там так прописано в памятке так простите так вот летим в москву 19 мая и 20 мая с москвы едем поездом до есентуков поезд идет поезд идет 24 часа какой-то скоростной двухэтажный фирменный хороший поезд 21 день отдыхаем в есентуках потом едем в ярославль потом по плану отдыха в адлере недельку в адлере а потом летим уже в сибирь к нашим родителям вот такой вот у нас насыщенный отдых получается даже насыщеннее чем в прошлом году устанем отдыхать устанем ездить устанем кататься много у нас получится перелетов и переездов только и будем успевать вещи разбирать только вещи разберем опять надо будет упаковывать в чемоданы десять дней там десять дней там там единственное что немножко огорчает это покупка года на кавказе по крайней мере вот сейчас смотрю погоду жары нету нам-то хочется прям чтобы жаришка было пекло чтобы было вот жары нет прям очень странно в этом году что-то обычно вот как раз таки я отдыхала в тех краях в апреле и в мае месяце ну там жара стояла там прям лето летнее уже было в этом году все иначе что-то у нас конечно с климатом происходит вот так же я сегодня забежала в школу где учится софья и сдала документы для оформления воздоровительный лагерь в анапу это тоже новшество очень удивило это новшество нас в этом году на днях пришла а пришла и сам иска от классного руководителя о том что кто желает отправить детей выздоровительные лагеря кавказских минеральных вод опять же санаторий да что ты быстро иду активно разговариваю и прям воздухом задыхаюсь вот кавказские минеральные воды и анапа нужно собирать документы но есть одно большое но путевки бесплатно представляете совершенно бесплатно такого никогда не было путевки стоили 15 16 тысяч рублей в лагерь всегда в этом году путевки бесплатные путевки предоставляет управление образованием там целая программа была сформирована так что путевок много заездов много 4 заезда на кавказ и два заезда в анапу но единственное что 21 день обычно детки в лагерь наши летали на 42 дня в этом году на 21 день вот но так как путевки бесплатные перелет бесплатная вообще все бесплатное только единственное собой надо будет дать какую-то сумму денежек все бесплатно так что грех наверное не воспользоваться таким подарком так скажем детям поэтому собрала документы сейчас отнесла все сдала на август на август месяц на 30 июля мы записались как раз мы прилетаем в середине июля и в конце июля она может при спокойненько с удовольствием улететь уже в лагерь летят до минеральных вод а там уже кто едет в анапу на поезде кто едет в минводы соответственно летят уже до минводы вот такие сюрпризы у нас в этом году очень положительные очень радостные конечно же очень приятные родителям и детям бесплатно съездить на отдых я думаю такого нигде наверное нет кроме на риск на риск преподносит сюрпризы вот так но будем надеяться что все-таки путевку получим как это будет происходить у соцпедагога я спросила соцпедагог у нас собирает документы а потом уже в управление образованием она уже сама все будет передавать но задал ей вопрос это уже точно ну сто процентов ребенок летит или все-таки есть какой-то вариант отказа она говорит ну конечно же вряд ли на всех путевок хватит потому что нпр большой это представляете сколько до детей будет желающих бесплатно съездить вот но сказали что кто первый того этапки как говорится поэтому кто вперед сдаст документы тот соответственно и получит путевки так что будем надеяться на хороший отдых для софьи ну а если уж не получит ну значит иначе не получит не судьба а вот все друзья буду на этом прощаться пришла я уже к своему мастеру увидимся с вами уже в отпуске ну до новых встреч пока